Эфир на канале Россия 1 продолжает программа Вести Хакасия. В студии Анна Ахпашева. Здравствуйте. И прямо сейчас оперативно о главном, достоверно обо всем. Смертельно опасный туризм в Аскийском районе найдено тело мужчины, попавшего под лавину. Знамя победы. Хакасский военкомат, единственный в Центральном военном округе, получил копию реликвии. Тотальный диктант. Тысячи жителей России и зарубежья проверили свою грамотность. Несколько часов назад на улице Некрасова в Абакане под колеса автомобиля попал 12-летний мальчик. Все произошло рядом с кольцом на трудовой. Как сообщили очевидцы, в момент ДТП машины в трех правых рядах практически стояли, была небольшая пробка. И они только трогались с места. Свободным для движения была четвертая полоса. По ней в сторону кольца направлялась серебристая лада Приора. Мальчик перебегал дорог буквально в 20 метрах от надземного перехода. И когда практически достиг разделительной полосы, на него налетела Приора. От удара ребенка отбросило под колеса ваза 15-й модели. Мальчик жив. Врачи скорой помощи оценивают его состояние как средней тяжести. Ребенок доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД проводят обследование. Место ДТП опрашивают свидетелей. И пока затрудняются назвать виновника аварии. Передо мной ехала лада 15-я, а слева Приора в стекло заднего вида увидела, что парень перебежал дорогу. И тут же его Приора сбивает. И он попадает под колеса 15-й. Пришлось машину поднять, чтобы его оттуда достать. Трагедией закончились выходные для группы туристов из Кемеровской области, которые попали под снежную лавину в Аскизском районе вблизи горы Одинокое. Из трех человек спаслись лишь двое. Сегодня стало известно погибший 45-летний бизнесмен, депутат администрации города Осинники. Его тело спасатели нашли спустя три часа после начала работ. В поисковой операции участвовала и наша съемочная группа. Рассказывает Юлия Константинова. Под снежной лавиной человек. Сигнал СОС поступил в полседьмого вечера субботы. Спасатели Хакасии, Кемеровской области, центра Иргаки, кинологи МВД, специалисты медицины катастроф, волонтеры. Более 50 человек были подняты по тревоге и направлены в зону бедствия. Трудно доступную. К приюту Адмиральский, так называется маленькая турбаза, где любители экстремального отдыха решили провести выходные, можно добраться только на снегоходах или вертолетах. В зону бедствия прибыли сразу два Ми-8 со спасателями на борту. Вот с этого склона, что у меня за спиной, и сошла лавина. Обратите внимание, гребень ее, вон та полоска. Он еще нависает, а значит вторая лавина может сойти в любой момент. Сейчас глубина снега варьируется от 5 до 8 метров. Поэтому так важно точно определить зону поиска. Специалисты провели разведку, опросили очевидцев, по словам которых, подвижка снега пошла, когда их товарищ находился на вершине горы. Они увидели его попытку спастись, то есть он начал движение вниз, но лавина его настигла, и он в нее попал, то есть потом исчез с поля зрения. Но они молодцы, запомнили ориентировочное место, где он исчез, и направление приближительного движения, то есть по которому проще было потом выявить предположительное место нахождения. Технология непроста. Использовали как кинологические расчеты, так и специальный прибор, который реагирует на металл. Шли цепью, каждые 40 сантиметров прокалывая снег лавинными зондами. Обследовали 560 квадратных метров. Алексей Игнатков был среди тех, кто первым обнаружил тело. Когда зондируешь, не надо сильно, просто опускаешь. Ощущение мягкости, то есть пружинище такое. Снег очень большой, пухляк. Где-то есть свои плюсы, потому что снег мягкий. Он не стал жестким, а мягкий. Но в то же время большая масса снега. То есть в некоторых местах у нас зонды, вот трехметровых, их не хватало на полный вылет. Вообще, можно сказать, что нам повезло. На поисковые работы ушло всего три часа. Для сравнения, в Туве при сходных обстоятельствах они велись больше недели. Благодаря организованному взаимодействию работы были завершены, возможно, кратчайшие сроки. Честно говоря, я прибыл с другого субъекта. У нас такие работы могли затянуться и до недели. Поэтому здесь очень быстро, по моему мнению. Тело погибшего туриста, чтобы передать родственникам, на снегоходе доставили на ближайшую железнодорожную станцию. Специалисты утверждают, шансов выжить у крупного бизнесмена, депутата Осинниковского, гурсовета Кемеровской области, не было. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200, Хакаси. Точная копия Знамени Победы в Хакаси. Сегодня в военном комиссариате республики прошло торжественное вручение знамени. Реликвию военным передали энергетики. Церемония приурочена к сегодняшнему празднику – Дню сотрудников военных комиссариатов. Кстати, наше отделение – единственное в Центральном военном округе России, у которого есть копия Знамени Победы. У энергетиков Знамя Победы появилось в 2010 году. К 65-й годовщине холдинг МРСК провел историко-мемориальную акцию и направил в энергокомпании регионов страны точные копии реликвии. В течение трех лет знамя присутствовало на патриотических мероприятиях. Под этим стягом призывники из Хакасии уезжали к месту службы. Но все остальное время оно хранилось в Хакас-энерго. В этом году с просьбой передать знамя военным выступил Совет ветеранов Хакасии. Мы благодарны представителям военного комиссариата Хакасии за поддержку и помощь в проведении этой благородной акции. И сегодня мы торжественно передаем копию Знамени Победы на вечное хранение в музее военного комиссариата Республики Хакасия. Знамя, которое энергетики передали на хранение в музее военного комиссариата Хакасии – точная копия того, которое в 1945 году в Берлине водрузили над зданием Рейхстага военнослужащие Красной Армии – Берест, Егоров и Кантария. В Абакане создан Общественный совет по контролю за деятельностью управляющей жилищной компанией. Пока такое объединение организовано при самой крупной муниципальной управляющей компании города. Если опыт общественных наблюдателей окажется успешным, то деятельность такого объединения будет распространена на весь город, рассказывает Виктор Лушников. Абакан стал третьим городом Хакасии, где деятельность ЖКХ была взята под контроль общественностью. Причиной стал шок от январских квитанций, в которых обычные ежемесячные коммунальные платежи в некоторых домах подскочили в несколько раз. Государство приняло меры. В Хакасии январское повышение перенесено на июль, но абазинцы и сайногорцы решили в дополнение ко всем контролирующим инстанциям создать Советы общественного контроля за деятельностью ЖКХ. Сейчас к ним присоединился Абакан. Инициаторами совещания выступила мэрия и Республиканская жилищная инспекция. На нем представителям Советов многоквартирных домов устроили ликбез по изменениям жилищного законодательства. Но лишь когда очередь дошла до изменений в расчетах, домкомы оживились. Совет обязательно нужен. Для чего? Потому что все вопросы, с которыми мы обращаемся в наш ЖКХ, они вообще не решаются. Вообще, с чем придешь, с каким вопросом придешь, пустой уходишь. Основные претензии сводились к так называемым нулевым квартирам, где никто не прописан, но арендаторы в них расходуют огромное количество воды, которое потом раскидывают на всех. Кто должен бороться с владельцами таких квартир? Домкомы считают, что управляющая компания. Множество вопросов к проведению ремонтов и начислению платежей за общее имущество дома. Попробовать надо. Что получится именно в работе общественной. Ведь вот если так разобраться, общественные организации – это тоже большая сила у нас. Управляющая компания считает, что общественные советы не должны вмешиваться в ее деятельность. Они видят общественное объединение как посредника между компанией и жильцами, а госконтроль должна осуществлять жилищная инспекция. Они будут проводить и просветительскую работу, и помощь оказывать управляющей компанией, ну и, естественно, осуществлять контроль за ее деятельностью. Народный контроль за деятельностью муниципальной управляющей компании все же был создан. Главная задача – активизировать владельцев квартир на отстаивание своих интересов. А новое общественное объединение поможет это сделать юридически грамотно. Насколько успешна будет такая работа, можно будет судить минимум через полгода. Виктор Лушников, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. По Бакане в септик частного дома провалился пятилетний ребенок. Мальчик лишь чудом остался жив. Выбраться из ямы ему помогла женщина, услышавшая крики детей. Приехавшие на место происшествия врачи скорой помощи поставили диагноз – переохлаждение после утопления. В настоящее время ребенок находится в Абаканской городской больнице. Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что родителей, пострадавшего и его брата дома не было. За детьми присматривала бабушка, которая в тот момент оказалась в состоянии алкогольного опьянения. Происшествием заинтересовался Следственный комитет. Ведется проверка. А накануне штормовой ветер оставил без электричества устьябаканскую птицефабрику. Порывом с одного из зданий предприятия сорвало металлическую крышу, которая повредила две линии электропередачи. Впоследствии устраняли две аварийные бригады энергетиков вместе с сотрудниками птицефабрики. Пострадавших нет. Имущество курорта озера Шира арестовано за долги. Сумма задолженности предприятия перед бюджетом и коммунальщиками – более 2 миллионов рублей. По информации судебных приставов, исполнительное производство возбуждено на основании решения арбитражного суда Хакассии. Арест наложен на две квартиры, расположенные в Ширинском районе, денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, и кассу должника. Кроме того, судебными приставами выставлен запрет на любые сделки с недвижимостью, принадлежащие курорту. Численность населения в республиканской столице в ближайшие 20 лет вырастет на 5%. Цифры озвучены в рамках презентации нового генплана и перспектив застройки города. Неосвоенных мест, где можно строить, совсем немного. Соседние районы отказались пересматривать границы в пользу Абакана. Тему продолжит Алексей Гончаренко. По генеральному плану застройки можно судить о перспективах развития города. Рассматривалось три варианта, говорит главный архитектор Абакана Светлана Крылова. Инерционный – это малые темпы, инновационный – высокие. Остановились на стабилизационном. Золотая середина. Без больших потрясений, но с продвижением вперед. У нас предприятий новых не будет. У нас, в принципе, все крутятся внутри. Уровень смертности, рождаемости, он примерно, ну вот, ну, немного сейчас начал превышать. Поэтому такого, ну, как бы, катастрофического нам увеличения численности не прогнозируют. Прогнозируемый прирост населения в ближайшие 20 лет 5%. Это примерно 10 тысяч человек относительно сегодняшней численности. На основании этих данных становится ясно, сколько потребуется квадратных метров жилплощади и социальных объектов. Я думаю, наверное, в районе десятка, наверное, дополнительных, там, может, даже 12 где-то садиков и штук 6, может быть, школ. Поликлиники, поликлиники детские и взрослые. Взрослая предполагается для строительства в седьмом микрорайоне первого жилого района, это район Армады. Детская поликлиника в районе Некрасово. Сколь высоким будет дефицит стояночных мест для автомобилей, пока не ясно. Эти вопросы прорабатываются не на стадии разработки генплана, а на следующем этапе. Станут ли плотнее пробки на дорогах, тоже не исключено. Но транспортная схема предполагает расширение городских магистралей с выходом на дамбу, у которой будут функции кольцевой автодороги. Под строительством многоэтажных домов мест немного. Сопредельные с городом районы отказались делиться с Абаканом своей территорией. Поэтому город остается в тех же границах, внутри которых квартирный вопрос, не исключено, станет еще актуальнее. Алексей Гончаренко, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. В минувшие выходные Хакасия присоединилась к масштабной акции «Тотальный диктант». За парты только в Хакасском госуниверситете сели около сотни человек. Те, кто не побоялся оценить свои знания в области орфографии и пунктуации. В этом году автором текста, который писали под диктовку жителей России и русскоязычное население зарубежья, стала писатель Дина Рубина. Принять участие в акции «Тотальный диктант» пожелали не только абаканцы, но также саяногорцы и черногорцы. Для жителей столицы, республики по традиции диктант провели в ХГУ имени Катанова. К 16 часам в аудитории собралось около сотни человек. Пришлось даже ставить дополнительные столы и стулья. Я учусь как бы на четверке, особенно по-русскому. Русский модуль импримет. Орфография, но немножко хромая. Наряду со школьниками сели запарты и педагоги, и медики. Иван Еремчук работает в энергетической отрасли. Отлично разбирается в физике, а вот в науку и лингвистику в последний раз целенаправленно окунался много лет назад в школе. Решили посмотреть на степень деградации современных школьных. Конечно, наверное, правила бы изменялись, я так полагаю, и текст предположительно современного автора. Перед стартом организаторы предлагали всем желающим вспомнить правописание отдельных слов и познакомили аудиторию с темой текста, посвящена она была интернету и авторам. Им стала известная писательница, лауреат шести литературных премий, член Союза писателей СССР Дина Рубина. Текст, он доступен всем людям, которые являются носителями русского языка. И если, конечно, результаты не очень положительные, если человек недоволен своим результатом, то это для него такой знак, что нужно обратиться к учебнику по русскому языку, повторить правила и повысить свой уровень грамотности. По традиции текст диктанта состоял из трех частей. Сибирикам досталась вторая, самая короткая, всего из трехсот трех слов. Ее название – «Опасности райских кущей». По словам участников акции, было необычно держать ручку и писать под диктовку. Преподаватели пошли навстречу, читали размеренно. Это был звуковой предел общения. География языка – это племя. Ждать результатов осталось недолго. Уже во вторник, максимум в среду. На сайте, который отражен на экране, можно будет найти свою фамилию и отметку за диктант. Наталья Гармашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. Зима по-прежнему не желает сдавать свои позиции. Сегодня утром Абакан накрыл мокрый снег. Однако синоптики называют маловероятным повторение осадков. По прогнозам гидромедцентра, в ближайшие три дня жителей Хакасии ждет ясная погода. Но большой дождь ожидается лишь в некоторых территориях республики. В Абакане осадки маловероятны. Также в ближайшие три дня будет ветрено до 15 метров в секунду. Воздух прогреется днем до плюс 20 градусов. Ниже нуля столбики термометров не опустятся и ночью. Поэтому гололед маловероятен. А у меня к этому часу все. Смотрите выпуски Вести Хакасия в Твиттере и на Фейсбуке. Не пропустите главного. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!